вот видите эта повязка она мне как меня очень раздражает когда волосы еще вот час зима помыла голову да и волосы намагнитились лезут прямо в лицо в глаза я прям у меня выбешивает мне эта повязочка она мне свободна потому что если бы я на один фрагмент убавила то получилось бы наверно так что мне в натяг было бы давил голову а так она вроде как немножко может даже упасть но все равно она держится нормально и вот волосы они мне как бы это не раздражают так на лбу ну давайте попробуем с вами связать по пульке что нам для этого надо будет я вам уже показываю дай вот такие дешевые купила войлочные стельки они 40 рублей 40 рублей на рынке вот эти немножко подороже но они тоже видите какие без защиты если например вы живете в частном доме и вам часто приходится выбегать например на веранду или куда-то где можно промокнуть вот что-то мокрое то вам конечно нужны стельки защитой чтобы эти стелечки уже были здесь с кожаной какой-нибудь такой подложкой катюшки я вязала такие вот это пульки у меня значит была войлочная мягкая такая подошва из фикс прайса и там же фикс прайсе я купил еще такую же подошву натуральной кожи и нам пришлось значит две подошвы их надо было предварительно шить вот этот нормальная подошва да она как бы сказать шилом моментально можно был дырочки проделать проделать но в кожаной подошве это было что-то тем более когда болит рука я уже говорю саш давай ты и он у меня очень долго сидел потому что шилом шилом на доске это он вот вот так вот так вот каждый а тут же надо часто-часто эти дырочки сделать он короче как больше не покупать так как я у меня влаги дома нет я вот эти такульки связала какие они теплые я вообще из них не вылазил и вот она это подошва у меня вот еще не стерлась все нормально году на зиму хватит и ладно там внутри у меня стелечка тоже связаны чтобы не на таком войлоке ножка была я вам покажу как связать эту стельку вот я сразу вам говорю девчонки я не ас такой вот прям я вот увижу мне понравится у меня глаз загорится и я тут посмотрю видео там посмотрю видео чтобы мне было понятно участь зимой я просто их не снимаю если вы живете в частном доме то вам придется все-таки позаботиться о том чтобы стеночка была защищенная чтобы здесь была вот какая-нибудь кожаная еще вставочка но это как делается например вот две стельки вот такая войлочная да нужно будет обязательно как сказать дырочки сделать соединить вместе наверно ну не знаю как у каждого у меня вот дома только вот такая оказалась она мне вот помогает вот если вот так я вам покажу вот две стелечки вот так соединяйте такую кожаную со всех сторон надо будет закрепить вот это маленькая есть большие как она называется скобы там скрепки здесь вот не период у меня вот большую было у меня дома нет у меня все на даче вот это не берется ну чем вы поняли тут соединяете тут соединяете и прокалываете дырки сейчас я вам покажу как дырочки прокалывается на каком расстоянии для компьютера одни очки вблизи другие очки так лучше видно сейчас я вот нарисую вам покажу как он расстояние еще с моей змеи расстояние 5 сантиметров от края мы делаем по возможности вот так вот по всей подушке вот так потом шила и шилом протыкаем такие дырочки так часто вот рука болит у меня прям напрягать я тяжело но раз обещала будем делать потихонечку плечо болит не рука плечу я девчонки увидела от тема немножко отвлекусь увидела в тик токе одна женщина советует соединить три компонента вот я два запомнила а вот третий нет надо еще но я себе эту закладочку там закладочку сделано это видео купить димексид на вакаин его третий компонент вот это размешать и сделать компресс на попробовать вот так делаем дырки дырочки сделали вот купил вот такую прочную нить в хозяйственном магазине продается 60 рублей стоит лучше 100 рублей стоит и что мы теперь делаем мы берем крючок крючок конечно лучше на середине начиная сейчас покажу вот вот стелечка вот здесь вот во внутрь внутренняя сторона посередине я отсюда всегда начиная так и вот теперь берем ниточку наша цель теперь обвязать по кругу крючок работа конечно кропотливая потом там свяжем в каждую дырку в каждую дырку мы делаем два стежка два столбика без накида так вот и сюда сделал потом следующую видного раз и в эту же дырку опять еще одну петельку я вам девочки ищу ссылку дам где я и подсмотрела я возможно не очень как сказать познавательно свои видео снимаю снимаю как умею а там девочка уже специалист так в каждую дырочку два столбика раз обвязываем по всему периметру раз вот видите как получается и по всему периметру мы это обвязываем сначала сделаем дырочки а потом обвяжем чтобы у нас вот эти петельки образовались и не важно сколько здесь будет петель и сколько мы потом используем это вообще не важно потому что сколько надо мы столько будем зацеплять вот обвязывать также кто если не хочет вот этим заниматься также на рынке можно уже купить вот такие стельки уже обвязанные такие вот стелечки и мы теперь подумаем какой стороной нам вовнутрь сделать наверно вот это будет улица чтобы посимпатичнее а сюда мы еще стельку свяжем так что вот даже не знаю как нам какие начать вот эти или все-таки давайте вот эти будем так что девочки самостоятельно обвязывайте еще сейчас покажу потому что это я для вас вот так сделал сейчас дальше покажу 5 сантиметров от кромочки крючок у меня которым я сейчас работала сейчас я вам скажу он у меня 1 и 5 я приготовила и двушечку ну думаю 1 и 5 тоже неплохо берется я сначала знаете как по всему периметру вот так дырки делала дай а когда начинала обвязывать мне потерял дырку и мне приходилось вновь делать поэтому сейчас вот пока вот немножечко сделала получается так чтоб потом еще раз не колоть дырочку так что посмотрите у себя на рынке то может и подберете следующая дырочка если вы кому-нибудь подарить хотите то конечно надо по цивильнее делать надо чтобы подошва была приличная сыпется с ней с подуши с этой дырочки не видно как-то быстро теряется может у вас маркер черный есть маркером будет повиднее но я суть самое главное вам донесла обшивку мы это делаем с внутренней стороны вот здесь у меня будет подошва которая ближе к ноге это улица будет у нас поэтому лицом лицом сюда к лицу лицом к лицу ниточки очень тонкие по две петельки в каждую дырочку не буду ваше время занимать посмотрите как получается вот с этой стороны и с этой стороны давайте обвяжем самостоятельно хочу сказать один важный момент когда вот такие вот закругление у нас идут вот такие вот закругления мы в одну петлю свяжем даже не не два столбика три столбика без накида так только вот на закругление также здесь вот вот здесь здесь на закруглении тоже вот так будет три столбика мы свяжем чтобы побольше было на повороте так получается вот так ввязалась и здесь мы завязываем завязываем очень хорошо нитка шелковая и она иметь такую способность развязываться но я девочки подклеиваю клей момент потому что развязывается а нам этого не надо я пробовал не прятать нитка такая шелковая она развязывается и пусть подсохнет также обвязываем вторую и и и и и и и